вектор как говорится вымерен пытаемся не сбиваться но редко это получается не сбившись с пути жизнь кажется очень приторной и невкусной поэтому сбивайтесь рискуйте знаете когда нам стукнет лет по 70 по 80 мы будем очень сильно жалеть о том что мы что-то не сделали побоялись сделать не рискнули побоялись какого-то неодобрения со стороны общества со стороны социума поэтому рискуйте в этой жизни не бойтесь ничего и никого рискуйте тогда вы не будете ни о чем жалеть и поверьте если вы начнете рисковать ваша жизнь поменяется на 180 градусов вы обалдеете от того какая она может быть яркой и вкусная сейчас упустили момент не вообще я упустил она сейчас стоит а здесь ветер и она вот так встала у меня и начинает он сдувать он начинает кричать папа меня уносит в море в море меня уносит она вот так уже сидит минут 20 и смотрит туда привет агрокусе что что говоришь кашу делаешь делай мы завтракать идем просто у нас есть дорога в обход пляжа то есть по той стороне до делай кашу и папе сделай кашу вот есть дорога в обход пляжа есть прям по пляжу прям по гальке вот видите здесь даже выхода нет туда куда то то есть вот прям по пляжу мы шуруем оттуда туда нам нужно где-то пирс видите мост там будет уже выход а сесть с тобой давай что мы сегодня будем на завтрак кушать что кашу еще раз а ну я понял при этой зимопаторе привет огромное на море хочешь нельзя вещь какие волны на море дочь но она еще и холодная к тому же мы сегодня да но мы с тобой знаешь куда сегодня пойдем из того бассейн же пойдем сегодня пойдешь бассейн с папой до кися до пришла ты кися где собака это какая кися будинка она не знает это слово как дочку зовут ой самое прекрасное имя что есть на земле она им названа но я с тобой здесь у папы чуть ноги затекают блин сидеть так хорошо мы на море да правильно ты говоришь это песок да только не насыпай себе на кроссовки кисуль у тебя потом будет ножки болеть попадет туда песочек и все и натрешь себе что-то хорошо хорошо молодец давай спасибо это что ты папе дала песок это ну это самый красивый песок которое когда-либо видел где ты его взяла такой красивый песочек улетел у папы песок да а вот смотри какой красивый камушек вот смотри смотри красивый видишь как блестит как будто стекло на дарю тебе дарю тебе очень рада вас слышать куртку подарил александре классный молодец да и слушайте вообще-то настолько не важно это настолько не важно все как зовут дочь кто кому что подарил а покажи лицо а а это а то другое это настолько не важно ребят мои золотые погода потрясающая вы наверно многие спросите не спрашивая этого но я хочу просто с вами пообщаться такова задача эфира разговаривать с людьми счастлив ли я в свои 37 лет счастлив одинок ли я в свои 37 лет нет потому что все зависит от того как вы относитесь к этому миру и как вы выстраиваете как расставляете приоритет это очень важно ты можешь иметь тысячу друзей жену 10 детей братьев сестер и быть абсолютно одиноким человеком а может иметь двоих детей бескрайнее море ветер накрашенные ногти моей дочери и быть абсолютно счастливым и наполненным человеком а давай дай ему руку ну вот руку я тебе дал руку это песок ты хочешь засыпать папину руку да ну засыпай будет красиво конечно красиво ничего себе евгений у тебя добрые души детки светлые дети а вы знаете а дети же они как губки они все впитывают они чувствуют все я не приемлик того чтобы ребенка воспитывать через там наказание повышение голоса знаете когда повышают голос через крики через агрессию нет я на своем примере показываю она видит как я отношусь к этой жизни она видит как я отношусь к животным к насекомым к чистоте и она она впитывает это и считает что это правильно и так и нужно я не заставляю ее никогда не заставлял ее любить собак или кошек нет я просто их глажу что такое а ну хорошо давай засыпай опять извини пожалуйста митя да митя красавчик митя круг тебе надо ну это мы в бассейн пойдем я тебе куплю круг море посмотри какое море волнуется раз давай покажем людям какое море у нас вот какое видите митя тари выйдет на руку она начинает думать доченька пойдем потихоньку позавтракаем кушать пойдем не хочешь кушать ну игра хорошо играет как хочешь так и играть да сегодня так здесь людей будет тьма тьмущая у нас каспийского тоже класс еще в обла пошло супер же надолго . по максимуму по максимуму скажи как добрались на самолете поверни руку на верни руку я другую вот эту руку поверни мне поверни что тебя прилипло к руке другой раз верни руку а это камушки все ветер но он теплый кстати все пойдем я ездил все давай на папу не надо больше давай сюда за дочерью конечно ездил москву на москву на поезде поехал обратно самолетик лететь 410 ну так говорится но так как нам задницу дул ветер это позволило нам прилететь за три тридцать за три с половиной часа мы долетели на 40 минут раньше приземлились такие пироги встаешь давай по теле полетать сейчас секунду да и еще кстати я же сейчас не в наврате российский нахожусь у меня приезжали родители сюда я нахожусь сочи в одном из районов города сочи чтобы быть точнее вот мы вдвоем с дочерью родители приезжали вчера уехали утром а нам никто не нужен джин давно тебя не видели скучали выходил эфира такая где привет а миронова когда пойдет на днях пойдем сарик но я не в новороссийске я не в новороссийске в сарик пойдем и вы скажете что кузин очень странный парень вот но мной было это принято решение и мы с дочкой посоветовались и мы не в новороссийске сейчас будем жить мы будем жить здесь где живем будем жить вдвоем прикол прикол вот такой вот женька кузин берет дочь и живет непонятно где но с ней и самой а ты не замерзла ты не замерзла ты не замерзла собака лает слышишь слышишь дед ухо закрою не открывай ушки кисуль задует ушка потом будет болеть как потом лечить это все а родным да капюшон надену тебе подожди вот так а давай да мама саша почему не с дочкой жить будет мы договорились что она тихо нельзя такое говорить мы договорились с ней что мы будем какое-то время она со мной будет жить какое-то время сашей что ты сегодня грустно у тебя все у меня все хорошо я просто расслаблены это называется расслабление давай набирай камешки молодец очень красиво талантливая у меня да и и нет больше песка у пабли дочек все секреты раскроет да нет никаких секретов ребят и секрет это же дети они маленькие они пару говорят то что ну не является правдой хорошо когда родители находят общий язык ради ребенка самый такой возраст смотри смотри замолчил привет привет да все высыпала все большую ямку хочешь скопать раскапывает только аккуратно смотри что там стекол не было ты особо не копай вот туда прям ты пойду вот поверх копай бог глубже не надо кисуль или зачем копает на камушку возьми это камушком копай на камушком копай руками не надо же это очень хороший отец молодец видно что любишь ее до безумия саше нужно не дочь огульки дочек не ребят слушайте я не хочу обслуживать вообще нет это очень красиво с вашей стороны это дело каждого человека ну ей что нужно ей нужно приковать себя к батарее наручниками сидеть дома ну она молодая девка красивая пусть она устраивает свою личную жизнь если она будет счастлива поверьте мне и дочь будет счастлива она они же все чувствуют детки до песочек маленькие дети как раз таки и говорят правду я не говорю что она обманывает я говорю просто что она в общем не важно привет уличке же привет лизонька привет рога купе ведерко и совочек будет играть спасибо за совет я вот все вот ломаю голову чтобы купить своему ребенку а вот вы мне сейчас подсказали ведерко и совочек сейчас сорвание вам же волосы назад спасибо большое это очень важный совет александр отличная мамочка не пишите глупости а подписываюсь под как же вашим словом саша потрясающая мама поэтому не чешите пожалуйста мы живем в такой стране знаете у нас чуть-чуть люди блять сидят постоянно в ожидании того что кто-то споткнется чтобы закидать камнями херва это быть за собой следите какие вы родители а потом пишите не позволю не ни в коем случае вы оскорбляете этими словами не я не переживаю за сашу я переживаю за вы оскорбляете маму моей дочери и они не позволю даже не вздумайте начинать а еще знать очень важно когда у вас есть какое-то мнение по поводу какого-либо человека оставьте его при себе хорошо засунуть глубоко в задницу знать почему потому что его никто у вас не спрашивал этого мнения вот и все почему вы так пишет все ладно привет изго привет огромным да хорошо что у дочери такой папа иначе дочь только и смотрела на злобу и неохота сидит так смотрите вот вам море хотели море я здесь здесь я море покажу людям хорошо хочешь со мной не надо не суй пальцы в рот пожалуйста привет из речицы беларусь привет огромная а а а а а 2 это 2 чего ты грустишь что а папа на море был да я же звал с собой не пошла точно море сам вот эти про это я говорил у тебя полной кроссовки этого песочка сейчас бумчи не кидай на кроссовке пожалуйста лав вот так надо да на кроссовки не кидать ой красиво как это мокро видишь к маме не просится да просится что я вам должен сказать нет не просится чтобы дать вам повод для для обсуждения еще одного просится ребят просится ежедневно стоит у окна устал слезы вытирать бьет по стеклу маленькими кулачками мелкая так своими а потом спалят случайно своими мелкой спать ребят я надеюсь что ваша жизнь изменится в лучшую сторону когда вы узнаете как зовут ребенка сейчас происходит деяния просто у вас все одно в башке как зовут покажи жен привет тебя очень часто в своих эфирах вспоминает рустам солнцев очень тепло тебе отзывается удачи тебе русички тоже огромный привет очень люблю его большому привет тоже передавайте от меня кушать пойдем пойдем научишь дочку летом плавать она сейчас научится плавать я просто не знаю как это все сделать потому что есть бассейн очень хорошие и садик это надо как-то разделять как пережить подросткового возраста дочки и 15 лет она начала выпивать и домой не идет никак отпусти ее и все она сама должна понять что такое хорошо что такое плохо и 15 лет она сама должна обжечься большой было не вытащим этот не надо тебе ты хочешь вытащить его ты вытащить хочешь привет большой тети моте деда пишет деда пишет деду привет передадим скажи вот сюда скажи привет деда где-то знаешь что написал написал что было не будем говорить это сейчас начнет исправлять так сейчас подожди прокопаем вот все морское что может быть лучше для ребенка все ради детей все родители еще один умница паразитов для пальмы и начали гибнуть пальмы высыхают пальмы высыхают как относишься к войне который сейчас к войне плохо отношусь к войне очень плохо я просто не слышно по поводу украины слышно там спецоперация все пойдем ну да ручки ручки уже холодные пойдем дальше погуляем я хочу быть твоей дочерью класс приплыли дамки к берегу скажи пожалуйста в каком районе в российской лучше снять квартиру для проживания мне очень нравится южный район там вся инфраструктура все развито мне очень нравится ветер такой плохо слышно нормальный ветер правильный ветер какой должен быть ветер ветер не тот ветер не тот ветер не тот ветер не тот повелитель стихий у меня кстати здесь даже знаете я запахи стал чувствовать прям видимо пробило мне все знаете как море пахнет доченька пойдем моя золотая пойдем кушать вставай а в геленжике не нравится же геленжике тоже надо бомбят с утра сил нет такой ну хватит про это ладно все понятно все пойдем давай ручку давай ручку пойдем мои девочки устала все всех обнимаю хорошего дня еще раз показывал вам море немного вам его туда отправляю через экран наслаждайтесь этой жизнью любите эту жизнь и в конце хочу сказать рискуйте рискуйте иначе потом будете жалеть не бойтесь ничего вкладывайте деньги в бизнес последнее продавайте все но рискуйте нравится человек подходите к нему признавайтесь в любви не слушайте никого не самое главное не слушайте вы александра сергеевича пушкина который утверждал что чем меньше женщину мы любим тем больше нравимся мы ей кричите о своей любви не стесняйтесь никогда не думайте об этом что если вы подойдете то он как-то к вам будет по другому относиться нет признавайтесь и рискуйте люблю вас очень сильно живите сегодня и сейчас мы живем в потрясающее время спасибо